В последнее время я стал обращать внимание как же много вокруг очень глупых людей, неспособных понять элементарных вещей. Но большее беспокойство вызывают люди с напрочь повернутой психикой, которых также огромное количество. Вот, например, вспоминаю, когда я последний раз находился в зале ожидания. Оглядываешься вокруг. Один ходит от сидения к стене, от сидения к стене, от сидения к стене. Другой разговаривает со своей бородой. Третий разулся, снял носки, играет с пальцами ног. Черт возьми, я бы не хотел уснуть здесь в ожидании поезда. Как оказалось, тема прошлого выпуска на данный момент более актуальна, чем я предполагал, поэтому я решил снять такое своего рода дополнение. Кубанские охотники протестуют против запрета спортивной и любительской охоты. Новость о том, что ее хотят приравнять к браконьерству, появилась в начале апреля и сразу же обросла подробностями и вызвала недовольство многих. Ее даже сочли первоапрельской шуткой. Мы категорически против. По какой причине это хотят вести? Сегодня охоту запретят, завтра рыбалку запретят. А люди занимались этим давно уже. А вот депутат Госдумы Олег Михеев считает, что охота в России давно превратилась в браконьерство и порождает психопатов. Он предлагает запретить охоту для всех, кроме коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. А для остальных повысить штрафы до внушительной суммы в полмиллиона рублей и до трех-пяти лет увеличить сроки лишения свободы. Я надеюсь, все же примут закон о запрете охоты, как это сделано уже в других цивилизованных странах. Для примера, в Германии за подводную охоту дают 10 лет тюрьмы. Почти как за убийство. Не надо ссылаться на зарубежный опыт. Можно сослаться на Англию, какие там поднялись бунты из-за листа, так сказать. Но охота на Руси – это традиция, это культура. Она сейчас сформируется. Возможно, лишь принятие столь жестких мер поможет поспособствовать сохранению уникальных видов животных, занесенных в Красную Книгу, создав непреодолимые препятствия браконьерам. Если это вдруг произойдет, то я буду первым, который инициирует сбор 100 тысяч подписей от охотников России с целью внесения законодательной инициативы о праве граждан Российской Федерации на охоту. Делая восьмой выпуск, я был готов ко всему тому негативу, что он может с собой вызвать. Ведь тема для некоторых довольно щекотливая. Я был даже удивлен, что весь негатив свелся к тому, что бомбануло всего у нескольких любителей убивать животных. А большинству он даже понравился, и с ним согласились. Некоторые решили, что ролик был про мясо. Мда. Пища – это отдельная огромная тема, на которую снято уже достаточное количество роликов. Один из которых был предложен к просмотру в конце прошлого выпуска. Ну да ладно. Один товарищ мне пообещал скинуть координаты места, где он будет расстреливать животных, чтобы я приехал, его остановил. Он-то много что писал, на 90% шизофренический бред, совершенно поехавший персонаж. Почти вся его писанина начиналась одним, продолжалась другим, а заканчивалась вообще чем-то иным. Очень похоже на шизофазию. Но потом, видимо, приступ закончился, и он удалился от своей комментарии. Явление шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. Было несколько вопросов такого рода. Зачем ты оскорбляешь всех охотников? Нельзя же всех в одну кучу, под одну гребенку. Вон у меня друг охотится. Во-первых, я никого не оскорблял. Я просто высказал свое мнение по этому поводу. Во-вторых, какое мне дело до чьих-то друзей? У каждого, ну или почти у каждого, есть друзья, родственники. Это что такое аргумент? Их наличие не дает никому никаких скидок. Убивать кого-то или чего-то ради удовольствия? Нет. Ради необходимости? Да. Вот еще интересный комментарий. Степень негатива, конечно, сильно преувеличена. Но, собственно, за что мне любить людей? Есть определенное количество близких, тех, кого я знаю, тех, кого есть за что уважать и любить. Но это отдельно взятые личности из огромного количества тупого быдла, дегенератов, извращенцев и прочего отребия, которых в процентном соотношении гораздо больше. И они тоже считаются людьми, и мне совершенно не за что их любить. Были еще такого рода комменты, что охота – это древнее занятие, традиция, что наши предки выжили благодаря охоте. Я говорил об этом. Совершенно другое дело, если человек охотится ради пищи, если это для него способ выживания. Каждый выживает как может, и не у каждого под боком есть магазин, торговый центр и рынок. Но только не надо говорить о том, что человек, живущий в городе, имеющий работу, не имеет средств существования и вынужден бежать в лес ружьем от голода. Что за бред, да? То же снаряжение для охоты стоит достаточно больших денег. Оружейный магазин в Краснодаре обычно продает 30 единиц оружия в месяц. В сезон с августа по декабрь более 100. И все, кто за немалые деньги собирает комплект снаряжения, с запретом охоты, конечно же, не согласны. Закон еще не принят, а форумы в интернете кишат заранее недовольными охотниками. Кто мне возместит мои затраты на приобретение охотничьего имущества? Выплатит ли мне государство порядка 500 тысяч рублей за весь бутер, что в гараже и в квартире? И чем оно займет мое свободное время? Что есть ему предложить? Если запрет вступит в силу, разрешенной останется лишь охота в целях выживания и трофейная охота. Однако участникам последней придется пройти экспертизу у психиатра. Тогда станет ясно, ради чего человек идет на охоту. Ради развлечения, отдыха или же из желания убивать. Как можно считать нормальными тех, кто получает удовольствие от убийства? Любимые отмазки таких не до людей. Вы же мясо едите, а я сам себе добываю. А если мясо не едите, то помидорам тоже больно, вы их тоже убиваете. Тут, конечно, из комментариев. Всем и так понятно, что охота в современном мире потеряла свою промысловую сущность. Сегодня то, что многие называют охотой, в большей степени является жестоким убийством, не имеющим ничего общего с древним искусством равного состязания человека и зверя. Сегодня сейчас и я, и юристы, мы изучаем все документы. И уже какие-то моменты возьмем, включим законопроект и после этого его внесем. Планируется, что обновленный законопроект представят депутатам Госдумы на следующей сессии. То есть его рассмотрение начнется уже в сентябре этого года. Возможно, если закон будет принят, сотни жизней зверушек удастся спасти. Чего не скажешь о сотнях мужских душ по всей стране, которым новый законопроект пришелся буквально как серпом по сердцу. На сегодняшний день, наверное, единственным достойным развлечением из разновидностей охоты можно считать фотоохоту, которая включает в себя и спортивные аспекты, и познавательные, и художественные. Но количество людей с повернутой психикой огромно. И огромное же место среди них занимают те, кто бегают с ружьем по лесу и находит радость от того, что убивает живых существ. И эти же люди любят потом все это заснять на пленку. Вот с этими самыми трупами в руках. Какую-то неприятную и жутковатую ассоциацию вызывают эти фотки с жертвами охоты. С такой же гордостью и уверенностью в себе фотографировались фашисты во время войны на фоне расстрелянных партизан и мирных жителей. Нацмотрщики в концлагерях, да и сегодня американские наемники с зомбиранными напрочь мозгами в зоне боевых действий. И ведь эти люди, получающие реальное удовольствие от такой забавы, еще и на что-то претендуют в обществе. Субтитры создавал DimaTorzok